Добрый вечер. Надо же, Аргентина. Как у вас там? Нормально. Можно вам в один закон? Конечно. Я сегодня новость и понял, что американцы назначили спикером по Украине пидораса. Можно у вас узнать, почему они так? У меня только один ответ напрашивается. С моей стороны, я так думаю, что там, где большое количество пидорасов, тому надо пидораса и посылать. Когда они более быстрее найдут общий язык. У меня другого ответа нет. 10% ЗСУ уже гомосексуалисты. Пидорасы это не политкорректно говорить. Дело в том, что гомосексуалисты это одно, это болезнь, я понимаю. Здесь тоже такие есть. А вот пидорасы, это уже смысл жизни. Это разные вещи. Вы видите, ну стиль жизни, да? Гомосексуалист может быть нормальным человеком. А вот пидорасы, это уже, я не знаю как. Ну, тогда из вашей логики следует, что пидорас может и не быть гомосексуалистом. 90% пидорасов. А, наверное, 10% гомосексуалистов, а 90% пидорасов в ВСУ. Вот это, с этим я соглашусь. Знаете, наверное, да. Только вот пидорас может идти, гибнуть заклоуна. Вы откуда? Я уже понял, что, извини, вначале концентрировался на лице. Я из Москвы. Только сейчас заметил флаг России. А я его только включил. А, да? Да, так что я его выключаю. Я уроженец города Макеевки. Уроженец города Макеевки, ДНР. О! Понятно. Когда на родину? Я бы еще в том году приехал, если бы здоровье позволяло. Я в 2014 году еду. Сразу, как только началось, я в 2014 году сразу рванул. Я уже 2 марта я уже вылетал с 2014 года я уже вылетал с Буэнос-Айреса в Стамбул. А со Стамбула еще Донецк принимал. Я уже был 3-го, 4-го марта я уже был в Донецке. Ну, потом вернулся. Уже. А сейчас, сейчас бы поехал, но у меня сильно ковид подвел. Здоровья? Нет. это. Ну, надеюсь, поправитесь. Я уже... Нет, ну, возраст уже не тот. Я после ковида я мешок цемента поднять не мог. Сейчас уже поднимаю, но, говорится, если экипировку одену, пробежаться уже не смогу. Ну, сейчас есть молодые ребята, которые санитарную операцию выполняют по-умалишенным. Это да, это да. Это да. Я вот иногда, ну, так блогеров смотрю на наших, когда есть возможность, посылаю там денежку по чуть-чуть, когда есть. Вот сейчас рассчитываю поехать, если все получится, может, в октябре месяце. О! Ну, мы думаем, сейчас к октябрю уже все успокоится, они уже и так там трещат по швам, у них фронт. Вот. У них, как сейчас модно говорить, наверное, у них начался отрицательный контрнаступ. Мне в их новостях очень нравилось. Мы продвинулись на два с половиной километров до линии соприкосновения. Не смотрите в телевидении, надо бы так смешно. Вдоль. Вдоль, 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 да, они все продвигаются вдоль линии соприкосновения. Вот. Я постоянно единые новыны смотрю, потому что я, в принципе, неплохо владею малоросским диалектом российского языка. Кстати, он за год мутировал очень сильно. Если год назад я легко вот их там телевидение воспринимал, понимал, то сейчас они там подкорректировали ряд слов и прочее, их стало уже тяжеловато воспринимать. Там совсем уж сковеркали сильно. не знаю, ну, как, я все-таки носитель языка, ну, как носитель, я украинский язык в школе никогда не учил, но всегда им владел свободно. Еще до иммиграции я без проблем смотрел телевизор, фильмы, все передачи на украинском, и разговаривать, конечно, практики не было, потому что у нас все русскоговорящие были, ну, иногда любил песни попеть с друзьями. Ну, хороший мелодичный язык был, сейчас там, не знаю, превращается в какую-то гавка еще с тадо. после определенных событий этот язык для меня стал чужим. Хотя сейчас я опять переосмысливаю, когда все наладится, будет опять нормальный и украинский язык, и русский, как это было у нас. Мы могли дома, как говорится, на пьянках разговаривать, и по-русски, и по-украински, и все было хорошо. Я стихов очень много знал на украинском языке, меня прабабушка учила, я еще читать не мог, а уже стихи знал. Так что это у меня в крови. Да у нас тут уже все перемешанные были в России, у многих украинские корни там были, или родственники и прочее. Единая страна была, я жил много лет в России, в набережных челнах жил. Какое географическое расстояние. не, ну как, просто когда была стройка, начинался завод, строился первая очередь, у меня мама, с отцом они развелись, и она уехала в набережную Челны. Даже меньше года прошло, она меня к себе забрала, потому что обдали малосемейку, и вот я во второй класс, я уже ходил, первый класс я закончил в Макеевке, на Украине, а второй класс я уже в России, в Татарстане, и в армию оттуда ушел. Ну, после армии, правда, вернулся в Макеевку, женился, ну, а потом жизнь меня вот сюда закинула. А когда в Аргентину-то приехали, в 14-м или до этого еще раньше? В 14-м я наоборот с Аргентины поехал домой. Понятно, поддержать. Не, с 98-го года я здесь. Понятно, с 98-го, ух, это получается в прошлого века, да, вот в лихие 90-е вы езжаете туда, и, скажем так, как вот здесь все менялось, и не видели. Только слышали. Ну да, тогда интернет был не такой, как сейчас, и даже новости посмотреть было еще невозможно по интернету. в те времена только почитать можно было, что, как, где происходит. И когда вы приехали в Макеевку, вот в 14-м, какие у вас ощущения были? Ну, как вам сказать, тогда у вас еще были митинги, я участвовал в первых митингах в Донецке, я участвовал в освобождении Донецкой обл. администрации, когда ее первый раз приехали радикалы из Харькова, из Днепропетровска на автобусах и захватили нашу обл. администрацию, я участвовал в освобождении, когда мы их вытащили оттуда и сдали в милицию. Это еще было... Как там сейчас укропы говорят, что там наехали только все из России, никого там местных не было. Помните этих сказок? Да, конечно. Да, конечно. Да, да. Сказочники. Да, ну я, я как наехал, не наехал, да, я приехал за границей. Но я-то уроженец. У меня, кстати, я потом ездил, у меня паспорт ДНР есть. Сейчас я могу, ну, российский паспорт получить могу без проблем, потому что я паспорт ДНР получил еще... Ну, потому что я постоянно был там, потом я... Ну, вернулся я. Ну, я ездил еще в девятнадцатом... Крайний раз я был в девятнадцатом году перед пандемией. Летом как раз был дома. Ну, я часто за приезжал. Потому что тогда было как-то спокойно. Занимался бизнесом и мотался в Россию, к нам в ДНР. Поэтому я... Удивительные здесь вещи узнаешь, чат-то рюлетки, удивительных людей встречаешь на самом-то деле. Вот. Вот где, где вот мы с вами могли бы еще пообщаться? У нас даже в Аргентине земляки разделены очень сильно. Ну, самое интересное, в том году я как раз в отпуске ездил по Аргентине в феврале месяце. И, ну, там у нас горы, тут это, и без связи находился долгое время. И когда выехал уже, появилась связь, мне начал получать звонки сразу на ВАСАП с поздравлением. Самый первый звонок, вернее, я был с Россией от моего друга с набережных Челнов. Я только появился сигнал, он мне звонил, говорит, смотри, говорит, наш совмест заседает Путин всех за признание ДНР и ЛНР. Вот это он мне сказал, потом я опять выехал в зону, и когда появилось опять в зоне доступа, самыми первыми мне позвонили земляки с Закарпатья с поздравлениями, что признали ДНР, да, они, ну, они как, они не украинцы, они венгры, но мы с ними общаемся на... Да, да, с этой зоны, но они как, мы общаемся на ломаном русско-украинском языке, потому что они говорят по-украински, так вот неплохо и по-русски, ну, наше общение русско-украинский язык, они, ну, с Украины, граждане Украины. Ну, да, ну, так всегда и общались. Вторыми мне позвонили, вторыми мне позвонили киевляне, тоже с поздравлениями. Тоже с... Приятно. Так что здесь... А вот в Аргентине... У меня много других знакомых. А вот в Аргентине диаспора украинская большая? Довольно-таки большая. И вот как у вас там мнение? Одна из... Одна из самых гнилых диаспор. Знаете, почему я вам скажу? Когда мы только приехали, нам, ну, естественно, приехали иммигранты, нуждались в помощи, там, какой-то, как-то, что... Может, курсы, там, испанского языка или это. Ну, вот в то время... Не помню его фамилию. Председатель диаспоры в Бойнос-Айресе. Вот у него сразу... А чего вы сюда приехали без грошей? Все. Вот это вот у него сразу. Нам здесь... Курсы языка везде были организованы именно аргентинским государством. Во многих... Ну, в некоторых школах... Да, естественно, они русский и украинский не знали, но были курсы для иностранцев. Бесплатные. Они сейчас, кстати, есть. И даже давали пакетики с едой. Те же самые, которые здесь дается... Давалось бесплатно детям. Там, гамбургер с булочкой, яблочко или мандаринка. Такое. И нам вот... Ну, я сильно-то не ходил. Я, потому что я работу быстро нашел. А наши... Нашим помогали эти курсы. Для некоторых это было единственной едой в день. В те времена, вот конец 90-х были сложности у многих. И пытались обращаться некоторые в украинскую диаспору. А чего бы сюда приехало без грошей? Короче, с Украины приехавший был так, а украинец, приехавший с Канады, это был очень хороший украинец. Потому что с грошами. И встречи... Ну, вот как-то так вот было. А сейчас как вот ситуация? Пару раз заходил... Я сейчас практически с диаспорой не общаюсь. Я говорю, я общаюсь... Многие от меня отписались, не общаемся вообще. Другие наоборот. У меня очень много друзей. Мой лучший друг с Белой Церкви. С Одессы есть друзья. Очень хорошие мои друзья из Шостки. украинцы. Кстати, благодаря этой семье у меня к Украине немножко, к украинцам, к украинскому языку вернулось нормальное отношение. Потому что я к ним приезжаю в гости, и мы можем на украинском с ними разговаривать, но они адекватные люди, нормальные. Они люди просто. Ну да, сейчас в этой ситуации стало понятно, кто люди, а кто не очень. А аргентинцы как к этой ситуации относятся? По-разному, по-разному. Дело в том, что здесь очень мало информации. Ну, допустим, новостной канал, здесь, когда под Донецку, помните, прилетела точка У, там более 20 погибших было. Кстати, в этом доме жила моя кума. Но не было дома, все нормально. Слава Богу. Я когда по новостям видел этот дом, потому что этот дом я знаю, я там был. По новостям, по местным, по самым популярным, можно сказать, говорят, Россия обстреляла город Харьков. Я как смотрю, ну, стоп, это же, это наоборот. И потом зашел через Ютуб на этот же канал, эту новостную колонку стал смотреть, и то, что пишут люди. Я зашел, чтобы обматюкать, как говорится. Я заметил, что, ну, заметил, что многие люди местные не верят, знают правду, ищут правду. Естественно, вот я, допустим, хожу, у меня курточка моя еще. Вот. Вот. Лок-дэ-лиф. Но сейчас зима, поэтому у меня еще остались шевроны, когда я служил. я в этом и хожу по городу, езжу, в принципе, и по Панаме так ходил, и по... Телефон подключен, и разряжается. И по Доминиканской республике, и по Мексике, где я только так не ходил. Ну, и люди, многие просто интересуются, спрашивают, где-то кто-то видел, начинают спрашивать. И, естественно, я рассказываю. Просто, скажем так, те же Украина вовсю орет, что Россию везде ненавидят, русских там везде бьют, на всех нападают и тому подобное. Чушь. Чушь. По крайней мере, я за последние годы был в Доминикане, в Мексике, в Колумбии вот был чуть больше месяца назад. Нормально. Я бы сейчас показал мне фотографии в этом. В телефоне я один день на пляж выхожу в футболке «Россия», во второй день выхожу в футболке Советского Союза в Колумбии и нормальные отношения. В общем, как я еще раньше как и ожидалось. Раньше еще до этих событий я, допустим, мы с женой ездили в отель в ресорт и в ту же самую Мексику. Самый первый день я одевал футболку ДНР. Моя так еще все говорит «Приключений не хочешь найти?» Я говорю «Да нет». Враги пускай сторонятся, а свои люди найдутся. И как обычно за ужином кто-то всегда подойдет «Здравствуйте, здравствуйте». положительные реакции. Европейцы сейчас немножко вот Я не видел. В Центральной Европе там немного было, а вот Греция, ну а в Америке вообще у нас народ постоянно в Америку вносит никаких вопросов, нету людей. И так, чтобы какой-то агрессии я не слышал. Вот хотел от вас про Аргентину узнал, что тоже ничего подобного. Нет, в Аргентине агрессии практически нет. Тем более сейчас в Аргентину очень много россиян приехало. Тут там проблемы у них, конечно, есть, потому что приезжают типа здесь очень много наши же мошенники и украинские, и русские эти что-то типа родишь в Аргентине тебе сразу паспорт дают. Ну нет такого, не было, закон не узнают и приезжают, рожают типа паспорт давайте. Выясняется, что это не Америка. Не, ну, да, это не Америка. Паспорт, да, аргентинский паспорт дает возможности ездить практически, по-моему, 176 стран мира. Что-то такое. Ну и я без проблем, я в Европе был, я в Швейцарии был, я в Испании был, без проблем езжу, с аргентинским паспортом. Поэтому, дослушаю, но не узнают. Да, на основании официального, если ты официально живешь в Аргентине, через два года легальной жизни имеешь право подать на гражданство. Ну, а там уже как, я в принципе, я гражданство очень долго делал, не потому, что оно делалось долго, потому что я то забывал сходить в суд, то у меня какой-то другой просрочился, пока я тот до другой доносил. Ну, так вот у меня продолжалось довольно-таки долго. Ну, особо не спешили. Сын у меня в Маре, Ну, в принципе, некоторые сюда приехали в Аргентину, чтобы получить гражданство и сразу свалить в Америку. Были у меня такие знакомые, некоторые сейчас в Америке живут, есть такие, которые, вот, хороший парень из Херсона, он поехал в Америку, подзаработал, купил квартиру здесь и вернулся, сейчас в Буэнос-Айресе живет. И, не хочу я туда в Америку. Ну, я, в принципе, тоже в конце 90-х в начале желания было приехать в Аргентину, Аргентина была не как это, а как ступенька, чтобы рвануть дальше. Ну, не то, что хорошо устроился здесь, но нормально устроился, у меня профессия в те времена была токарь, здесь довольно-таки была высокооплачиваема, так сказать, и мне не нужно было куда-то уезжать, стремиться. Вот и остался здесь, как говорится. Ну, главное, тепло. Внук уже у нас. У вас там теплее, наверное, чем... не, я живу в Патагонии, в Южной Патагонии, у нас сейчас, сейчас я вам покажу, правда, сейчас, у меня возле дома грязь, лед, видите? О! Ух ты, я думал, что там всегда жарко. Не, в Гуэнос-Айрисе, да, тепло, но не всегда жарко. У нас как раз зима, именно как февраль месяц в России. И у нас было вот только неделю назад 12 градусов мороза было. Ух ты! Даже, даже не знал о таких подробностях, что у вас так то самое холодно. Но всю географию не выучишь. Юг. Это юг Аргентины, это, я не, от меня до Магелланово пролива, по-моему, 60 километров. Нет, чуть больше так. Магелланово пролив, это по дороге чуть больше. Мысгорн, который, если не ошибаюсь? Нет, Магелланово пролив. Магелланово, ух, надо посмотреть на карте. Это пролив, который Южную Америку, Южную Америку отделяет от огненной земли. А, все, все, да, я сейчас понял, где-то. До самого южного города мира, до самого южного, от меня по дороге 576 километров. Ушуая. Ну, ты сейчас на карте посмотрел, где вы находитесь. Это самый южный. Да, Рио, Рио Гальегос. Да, 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 но у меня эта самая, чат-рулетка показывает, откуда вы. Самый, самый. Показывает, да? Да, Санта, так, регион Санта-Круз, город Рио-Гальегос, правильно? Да, мы называем Рио-Гальегос. Понятно. Вообще, Рио-Гальегос. Если вдруг сейчас оборвет связь, заходите как-нибудь ко мне на канал в Ютубе, меня ловец-блох называют. Да? Хорошо, сейчас посмотрим, потому что у меня тоже сейчас может оборваться, у меня Да-да-да, просто я вижу сейчас сигнал. А так, у меня канал Ловец-блох, я вот стараюсь находить интересные... Опа, все.